О развитии образования на Кубани мы говорим сегодня с начальником управления общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Месячева. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим о том, как развивается у нас система дополнительного образования. Кружки, секции, кванториумы, так называемые тоже. Вот расскажите об этом, что это такое. Последнее время к системе дополнительного образования особое внимание. И данное направление получило такой толчок в развитии, особенно в научно-технической направленности. Традиционно дети занимаются у нас художественным творчеством, спортивной направленностью. Здесь большое внимание было именно научно-техническому направлению в системе дополнительного образования. И для того, чтобы были созданы условия, где заниматься детям данным направлением, Министерством просвещения было принято решение о создании в субъектах Российской Федерации таких новых форм дополнительного образования, где дети могут заниматься научно-технической направленностью, творчеством. Это были кванториумы. Нам посчастливилось субъекту участвовать в конкурсном отборе. И в 2018 году у нас в Карае заработал наш первый региональный кванториум. Он находится в Краснодаре, находится в центре города Краснодара. За последний год, в 2019 году, нам удалось на базе кванториума провести более 40 мероприятий для школьников. Мы охватываем непосредственно школьников, это с 1 по 11 класс. Старались сделать разные направления в кванториуме. Так как данный кванториум охватывает научно-техническое творчество, то в нем не кружки, не секции работают, а было принято, что это кванты. Рубоквант, аэроквант, биоквант. И у нас такие кванты работают в нашем кванториуме. Но кванториум вот с этого года, вернее, со второй половины прошлого года, начало работать не только для детей, но и для взрослых. На базе кванториума нашего регионального проходят повышение квалификации педагоги, которые преподают робототехнику в школах, в детских садах. То есть вот как работать с детьми и навыки работы практически они могут получить в кванториуме. Данный проект мы будем продолжать реализовывать уже в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Это региональный проект нацпроекта образования. Мы в этом году планируем открыть кванториум в городе Новороссийске. Это полноценный кванториум, такой, как у нас в Краснодаре, где также ежегодно будет более 400 ребят получать знания в системе дополнительного образования по данной направленности. И повышать квалификацию педагоги. А как туда попасть? Это вообще платное? В муниципальных учреждениях дополнительного образования, конечно, больше половины – это все занятия проводятся бесплатно. В том числе и в региональном кванториуме бесплатное занятие для детей. И в городе Новороссийске, как только он откроется, занятия будут проходить на бесплатной основе. То есть можно туда просто прийти и записать ребенка, если он желает? Да, если ребенок желает, вы можете обратиться в кванториум к администратору и записать ребенка в тот квант, который ему будет интересен. Поняла. Там, наверное, в основном мальчики? Вы знаете, мы тоже так думали, что будут в основном мальчики, но нет. Да? Да. В нашем региональном кванториуме есть и девочки, и они показывают очень хорошее знание. Какие же они кванты там выбирают? Биокванты выбирают там, где наблюдают, изучают, как растут, выращиваются растения. Расскажите, пожалуйста, что за онлайн-уроки проектория? В рамках реализации мероприятий оригинального проекта «Успех каждого ребенка» запущен проект проектория. Это онлайн-платформа, где ребята могут получить знания о профессиях. Этот проект нацелен на профессиональную ориентацию школьников для ребят с восьмого класса, где, как я уже говорила, они получают знания о профессиях. Вот открытый урок проектории, он проходит у нас два раза в месяц на данной платформе. Как я говорила, можно зарегистрироваться на платформе и участвовать в просмотре и представлении того материала, который дают. Данные уроки проходят как в онлайн-режиме, так и в записи. И представляют ребятам те профессии, которые, так скажем, профессии будущего. Вот сейчас на онлайн-платформе представлены материалы о 120 профессиях, которые сейчас уже работают, или люди данных специальностей работают в сфере экономики. И также будущие профессии, которые в ближайшее время будут развиваться. Чем хороша данная платформа? То, что можно в онлайн-уроке смотреть ребятам, которые зарегистрированы в социальных сетях. Это в общем доступе. Мы, Краснодарский край, принимаем активное участие именно в открытых уроках. И у нас вот завтра школьники города Краснодара, двух образовательных организаций, принимают участие в открытом уроке, посвященной инженерным профессиям. И будут участниками игры «Что, где, когда». Ну, как Вы считаете, это все-таки помогает действительно определяться школьникам о том, с чем они потом столкнутся, чем будут заниматься? Ну, так как этот проект нацелен на ребят с восьмого класса, то у них будет, конечно, еще время до окончания школы определиться уже с теми направлениями, которые для них интересны. Вот, но там не только же это представлены материалы по профессии, вот именно почему хороша эта профессия. Там на данной платформе представлены ребятам различные кейсы, которые они могут решать и уже себя попробовать в той или иной профессии. Да, и посмотреть, что им ближе, что им интереснее, что их интересует, и какая направленность. Я думаю, что только пользоваться одним проектом, проектория, и сразу сказать, кем ребенок будет. Нет, это все в совокупности. Проектория, проект «Билет в будущее», да, точки роста, профоориентационная работа, которая проходит в школах, профессиональные пробы, посещение, вернее, даже экскурсии на предприятие, да, где реализуются и уже и работают по определенным специальностям. Вот это все в совокупности позволит ребенку определиться с его будущей профессией. Это очень ценно. А экскурсии на предприятие, это действительно реально? Да. Реализуются на практике? Да. У нас вот в рамках успеха каждого ребенка еще один проект реализуется, он называется «Билет в будущее», где ребята тоже вот возраста 14 лет, да, принимают участие в тестировании, вопросники, пишут свои работы, эссы, да, потом это все анализируется, и ребятам предлагается образовательный маршрут по профоориентации. И в рамках уже, так скажем, маршрутного листа ребятам предлагают экскурсии на предприятие. Вместе с Департаментом промышленности Краснодарского края у нас составлен реестр предприятий, которые очень любезно принимают школьников и рассказывают, и показывают, и проводят мастер-классы. Здорово. Есть отклики? Есть. Ребятам очень нравится, да. Когда это можно посмотреть, увидеть, пощупать и еще самому сделать тот или иной предмет. Но сейчас очень ребят интересует хлебобулочное. Серьезно? Это их интересует? Да, да. Я думала, их больше будут интересовать какие-то такие неприкладные профессии, связанные с интернетом, с раскрутками, опять же, в сети и прочее, оказывается. Ну, вы знаете, ребят интересует сначала все. Мы, наверное, с вами вспомним стихотворение «Агния Барто», которое говорит, да, «Кружок фото» и все остальное. Но когда ребенок погружается в то или иное направление и дается ему выбор, они попробуют все и уже тогда дальше делают определенные шаги в данном направлении, которое их интересует. Ребята, вот сейчас их интересует сельское хозяйство. Казалось бы, ну что, да, мы аграрный край. Но вместе с тем, как выращивают, растут помидоры, огурцы, да, вот их это интересует, очень интересует тепличное дело, да, направленность, швейное дело. И сейчас очень большой круг ребят, которые интересуются кулинарией. Интересно. Да. И мастер-классы, которые проходят на производстве. Вот здесь принимают участие мальчики. Если девочки у нас собирают роботов в кванце, в кванториуме, то по приготовлению пищи больше участия принимают мальчики. Как сместились приоритеты. Слушайте, ну вот эти мероприятия, все, наверное, говорят о том, что все-таки назрела, да, необходимость направлять наших детей, потому что рынок труда меняется, условия меняются, да. Если раньше как-то было все более фундаментально для нас, ну для бывших советских людей, то сейчас, видимо, их нужно вот на практике уже подталкивать к выбору будущей профессии, да. Ну мы, наверное, педагоги должны предлагать спектр тех знаний, которые ребенок может получить. И, конечно, система дополнительного образования, она вот непосредственно на это и нацелена, чтобы ребенок себя пощупал и увидел, что ему интересно. Ну вместе, конечно, с родителями. Мы иногда, родители, с вами хотим, чтобы наш ребенок был не поваром, а программистом. А ему на самом деле гораздо приятнее, интереснее быть поваром и готовить необычные или самые-таки вкусные блюда для ребят, для своей семьи. Или наоборот, кто-то хочет, чтобы он был поваром, а ребенку очень интересно разбирать компьютер, из чего он состоит, его ремонтировать, смотреть, как создаются программы. Поэтому вот здесь, я думаю, что педагогам и родителям нужно понимать ребенка и уже отталкиваться от его желаний и возможностей. Опять же, да, все же может поменяться. А что за проект IT-куб? Или это не проект, это направление? Что это? Это тоже проект, который мы реализуем в рамках успеха каждого ребенка. Данный проект нацелен на то, чтобы дети могли познакомиться и погрузиться в интернет-технологии. Данный проект мы реализовывали в 2018 году на базе Краевого дворца творчества. Это наш первый IT-куб. И в 2018 году такие IT-кубы были открыты всего в пяти регионах. Один из них – Краснодарский край. Мы планируем, что до 2024 года мы откроем еще три IT-куба. В этом году планируем в городе Сочи на базе Центра дополнительного образования открыть данный IT-куб. На что нацелен, да, и для чего создаются эти IT-кубы? Они, конечно, создаются для того, чтобы ребенок мог изучить интернет-программирование, интернет-технологии, мог познакомиться с основами программирования, робототехники, дополненной виртуальной и смешанной реальности. На базе нашего Краевого IT-куба, который находится во дворце творчества в городе Краснодаре, занимаются ребята от 7 до 17 лет. Там реализуются основные программы, которые я проговорила. Плюс еще с этого года мы в данном IT-кубе ввели программу, реализуем программу «Кибергигиена». Это что такое? Мы, педагоги, которые работают по данному направлению, они знакомят ребят с теми программами, которые безопасны для использования, чтобы ребенок мог уже отличить программу, которая безопасна, интересна для него, и не пользоваться совсем другими программами, которые запрещены. Тоже бесплатные занятия, да? Можно приходить, записываться по желанию. Да. Обучение в системе дополнительного образования бесплатное. Наплыв большой там? В настоящее время данное направление очень востребовано. Именно IT-куб, кванториум? IT-куб и кванториум, да. То есть может быть даже и очередь? Ну, иногда бывает, что, к сожалению, мы отказываем родителям, потому что нет возможности обучать ребенка. Но мы пересматриваем программы, длительность программ, для того, чтобы дать возможность ребятам вот в ознакомительном периоде познакомиться, и уже тогда определиться, стоит ли ребенку дальше идти обучаться, углубленно изучать данное направление, или, может, ему будет что-то другое интересно. Поэтому вот сейчас, как бы, перед системой дополнительного образования стоит задача пересмотреть программы развития по их длительности. В основном были раньше программы двугодичные, а сейчас мы сокращаем, но чтобы их качество не было хуже. А вот с этой стороны мы тоже смотрим. И, подытоживая все вышесказанное, вы говорите, столько проектов реализуется. Как они помогают менять в целом систему образования в России и на Кубани? Что меняется вообще в педагогическом сообществе? Вот об этом пару слов. Глобальный вопрос. Глобальный? Да. Основными задачами национального проекта образования является это вхождение системы российского образования в десятку лучших систем образования. И вторая задача – это развитие и воспитание личности ребенка. Вот эти две основные такие задачи на их выполнение и нацелены региональные проекты. В последнее время мы говорим о перезагрузке. Так вот, эти проекты и нацелены на то, чтобы произошла перезагрузка в содержательном плане то, что, как мы преподаем детям. Но это невозможно без перезагрузки материально-технической базы, имеющейся в образовательных организациях. И, конечно, перезагрузка педагогического состава. То есть вот эти три основные совокупности и одно слово – перезагрузка. Для того, чтобы у нас вместе с вами вышел современный, интересный школьник в дальнейшую свою будущую жизнь. И пусть так и будет. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»